Ну ребят, честно говоря, лапша полное говно. Простите меня, но я голодный. Я хотел очень есть, но лапша оказалась полным говном. Продолжение следует... 7-11 нас в очередной раз выручил. Пакет еды на 100 баксов гонконгских. Короче, то, что мы взяли, сейчас придем домой и вам покажем. Ну, 100 баксов это 650 рублей. Или же 15 почти долларов. 13. 13-15 долларов. Сейчас придем в отель, я вам расскажу, что мы купили. Здрасте, мы дома. Вот он, пакет. Я думаю, вам видно. Супер экшн-камера. Короче, начинается все, конечно, с самого худшего. Антон взял сегодня вот такую лапшу. Вчера он был очень доволен маленькой лапшой. Прям очень доволен. Сейчас мы расскажем секрет успеха поедания этой лапши. Короче, это непонятно с чем. Ну, типа, должна быть с говядиной. Но я думаю, что после поедения этого всего, я скажу впечатления свои вообще, стоит это покупать или нет. Стоит 8, да? 8 гонконгских. Короче, в районе доллара это все стоит. Это лапша Южной Кореи. Да, не китайская. Южнокорейская. Дальше это у нас чипсы с крабом. Да? Сколько стоит? 8. 8 тоже доллар. Чипсы с крабом. Решили попробовать. Такое мы еще не ели. Не пробовали. Это у нас... Овощные чипсы. Овощные, да. За 8. Тоже за 8, за 1 бакс. Но они поменьше у них пачкались, да? Вы же хотели все обзор на еду? Я же этим никогда не занимаюсь. А здесь грех не попробовать. Я вам только одно скажу. Я вот когда смотрю, сколько есть здесь Е-добавок. Е535, Е500, Е621, Е627, Е631, Е164, Е160, Е165. Но они из овощей. Да. Но они натуральные. Они натуральные и сделаны... Год назад? Недавно. 30-го... 04-го. Дальше нам дали, ребята, 4 вилки. Как вы думаете, зачем? Чтобы по 2 вилки, короче, типа палочки. Так. Я, конечно, не стал отвлекаться. И взял себе тоже лапшу. Она поменьше. Так как Антон сам побольше, он взял себе побольше. Видите, да, растится? Шутник. Шутник от Болга. Я взял себе с морепродуктами. Такую брал вчера Антон. Но она была у тебя такая? Да нет, другую. А, он брал с морепродуктами и с кали. Есть еще острое с морепродуктами и есть просто с морепродуктами. Я взял просто с морепродуктами. Попробуем. Дальше пошли салатики. Свежие. Потому что были уже и просроченные подати, и перечеркнутые. Вот так крест был. Мы спросили, что за салаты такие с ироглифами. А он сказал, типа, все, финиш полный. Сегодня их нужно выбросить. Но они лежат в холодильнике. Ну, вдруг кто-то не увидит. Вот. Салат с тунцом Антон взял. Стоил 20 долларов. Я взял салат, короче, типа Цезарь. Типа Цезарь. Здесь лежит утка, если видно, шкурка даже у нее такая утка. Утка или курица? Курица. Курица, да. Ну, похоже на утку. Так, ребята. Пиво. Асахи. Ну, кажется, мы рекламируем пиво Асахи. Да, потому что... У нас спонсор выпуска пиво Асахи. Да, но дело не в том, что мы любим пиво или каждый день его употребляем. Ну, получается, каждый день. Ну, я пил... Я вообще не пил еще ни разу. В аэропорту пил. Ну, в аэропорту... Я не пил в аэропорту. Ну, в аэропорту другое было в этом. Балтика там какая-то. Семерка на разлив. Кислая. Вот. Ребят, если вы покупаете вот это, нужно купить вот это. Сами знаете почему, чтобы продезинфицировать это все. Ну, реально, есть какая-то опасность. Ну, в принципе, китайцы-то едят. Я думаю, ничего плохого не будет. И она, в принципе, съедобная. Но тот запах, вот этот усилитель вкуса, который в ней добавляют, ну, честно, оно не очень приятно. Даже в самолете ели китайцы. Блин, воняло на весь самолет. Все, короче. Мы будем приступать это все есть. И после я уже попробую вам рассказать ощущения. Может, показать, что осталось, а что не осталось. Что съели, а что нет. Короче, процесс приготовления пошел. Мешаем салат соусом. Я уже помешал. Вот так лапша у меня выглядит. Кипятка не хватило. Ну, покажи себя. Ну, Антон, а здесь вообще огромная порция получается. Так она как вкусно пахнет. Вкусно пахнет. Вкусно. Я сказал, страшно пахнет, а не вкусно. Вот у меня запах. Вот представьте, возьмите крабовую палочку и положите ее в кипяток. Вот, заливаем. Про Южную Корею я молчу про запах. Мне не хватило кипятка, поэтому второй раз сейчас заливаем все. Все, хватит. Закрываем и, короче, ждем. Я надеюсь, это не последний ролик. Все. Два чипса покажем. Скробуем. Давай, открывай. Так, открывай и это там. Так, надо поставить. У нас здесь есть штатив. Селенок не хватает, да? Что? Их открыл уже. Да я боюсь, чтобы они не разлетелись. Просто я их открою. Знаете, как бывает, сидишь, открываешь и все так раз и в глаз. Здесь все там. Ты достань, покажи. Там видно? Да это макароны. Так, невкусно. Ну, а здесь просто картошка фри, короче. Вот так выглядит все. Просто картошка фри. Прикольный. Ну, пробуйте. Это чипсы. Вот вкуса вообще нет. У Зои есть куча ешек. Вкуса нет. Ну, что оно похоже, чипсы? Вот у нас есть такие. Ну, короче, самые дешманские. Это не лейс, да? Они как будто не из картошки сделаны, наверное, просто как из муки. В крабовых чипсах есть кальций. Да. Килограмм кальция. Эти. Взяли яйца, пожарили, шкарнупа осталась, перетерли в порошок, высыпали в чипсы и пешли из кальций. И получили у вас этот кальций в чипсах. Ждем нашу лапшу. А вы, как всегда, кушаете борщ. Такое не кушаете. Уже не стоит. Мы бы с удовольствием поели борща, но... Но с удовольствием и не мчимся. С удовольствием и не мчимся. Потому что другого ничего нет. Все закрыто. Да. Все. Ждем, пока лапша заварится. Итак, ребятки, закончилось наше поедение. Как видите, Антон съел все. Антон, рассказывай, Как тебе лапша? Ну, ребят, честно говоря, лапша полная говном. Простите меня. Но я голодный. Я хотел очень есть, но лапша оказалась полной говном. Она острая, невкусная. Спасибо пиву. Да, вкус пива все скрасил. Ну и салатик. Свежей зеленью. Да. Поэтому злоупотреблять вот эта лапша не стоит. У меня вот эту, которую я взял, сейчас я, наверное, так не выглядит, но так. Так будет видно. Которые а-ля морепродукты. Я вам показывал, когда мы заливали кипятком, сверху там были разные, типа сушеные там морепродукты. Креветки там, крабовые, крабовые палочки, засушенные. Короче, сама лапша на вкус нормальная. Вот, в принципе, у меня здесь осталось, то есть я не доел именно вот эти все, сейчас покажу, вот эти все морепродукты. Потому что здесь плавает, я не знаю, что это такое. Вот так оно выглядит. Оно какой-то омлет. Да, омлет-морепродукт. Вот, и я оставил вот это все засушенное. Короче, я его просто не съел, потому что я решил попробовать, там какие-то были гребешки, оно просто на зубах, кусок резины, оно даже, не знаю, если я это проглощу, у меня желудок скажет, чувак, ну, зачем это? Мы как бы такое не перерабатываем. Вот, поэтому лапшу я съел всю, именно, если вот хочется есть, можно покупать с морепродуктами, у нее нет от этого вонючего запаха, то есть, да, усилитель вкуса, всякая приправа, там, типа это с мясом, там и так далее, она жутко воняет, то есть, ну, для меня лично, для Антона, запах не очень нравится, может кто-то скажет, блин, как офигенно, не нужно есть мясо, можно просто есть приправу, вот, да, а вот лапша сама нормальная, вполне можно поесть. Насчет салата, у меня, как видите, пусто, я все съел, почему? Потому что там были листья салата, можно было просто назвать салат, салат листья салата, два черри помидорчика, вкусные, вообще без проблем, курица, у меня как бы был вроде как цезарь, там, соус был, я заправил соус кислый, что-то напоминает майонез с уксусом, в жидком виде, соус не очень мне понравился. Насчет курицы, она была отваренная, и сверху были куски шкуры, но я не буду вам показывать остатки, вот, курицу я повыедал, шкуру, понятно, не ел, я не знаю, для чего ее кидать сюда, чтобы, ну, вид, конечно, был не очень, но по вкусу просто отваренная курица, холодная, как вы понимаете сами. Ну, вот так вот вы им поужинали, в принципе, я наелся, еще остались вот у нас чипсы, сейчас будем чипсы доедать, поэтому, вывод какой, если вам очень хочется кушать, можете взять вот такой вот салат, здесь, в принципе, кроме зелени, ничего нет, зелень хорошо пойдет, и берите лапшу, с минимальным каким-то набором, то есть, без мяса, ну, вот, как написано там, типа с морепродуктами, ну, вот, понятно, что морепродукты вообще, в идеале, я сделал ошибку, если я ее в следующий раз буду есть, в чем я сомневаюсь, вот эту сразу сушеную, можно сразу выбросить, сверху они лежат, вот эти все крабовые палочки, креветки, кребешки, там, куски акулы, это все можно выбросить, и просто залить лапшу, у нее в принципе останется там вкус, там я думаю, какую-то приправу все равно не насыпают, потому что, если присмотреться, то вода такая темноватая, там соусы, приправы, специи, оно все там, в сушеных этих, как сказать, а, в морепродуктах, ничего нет, поэтому их можно сразу выбросить, и съесть нормально лапшу, пиво нормальное, оно только и спасает, оно только и спасает, вот такие дела, ну, на самом деле, если хочется есть, мне кажется, можно вообще ничего не есть, сделать разгрузочный вечер, да, чем, есть то, что мы только что съели, мы знаем, я нормально, то есть, я ожидал худшего, но мне повезло, что я взял вот такую лапшу, без всякого, ну, надо бы тоже было так убрать, без всякой ерунды, правда, просто лапшу можно есть, она действительно нормальная, то есть, это не фигня, здесь она, я так понимаю, что, качество достойное, потому что китайцы ее едят с утра до вечера, как видите, бегают, ну, и салат сам по себе нормальный, просто, можно было даже курицу туда убрать, просто еще, не знаю, добавить пару помидоров, кстати, а салат с тунцом нормальный был, а, сейчас с тунцом, да, тунец нормальный был, обычно консервированный тунец, но выглядело не очень, спасибо, что сказал сейчас, когда тунец так лежал, но обычно консервированный тунец, нормально, сейчас салат, короче, салат можете брать, лапшу берите, если будете, вообще, если будете здесь, или кто-то может заказать, такое даже продается на Алиэкспрессе, если кто заказывает на Таобау, можно затариться лапшой, ее потреблять, она лучшего качества, чем у нас, она, соответственно, дороже, у нас она стоит копейки, а здесь она, получается, стоит доллар, но в России стоит, дошло, по-моему, рублей 35 субордника, да? в таком стиле, бешенбакс тоже, не, у нас дешевле стоит, короче, в Украине можно купить, за эти деньги, где-то штуки 4, таких, вермишель, по-другому, для лапша же, быстрого приготовления, можно 4 пачки купить, поэтому здесь она нормального качества, и, соответственно, дороже стоит, все, чипсы нормальные, можно есть, тоже, усилителей написано куча, но я не знаю, походу, она просто когда сделана из усилителей, каких-то добавок, что вкуса никакого не чувствуется, сама, сама чипса сделана, наверное, из какой-то химии, что она такая воздушная, прям тает во рту, ну, короче, так, все, гонконговская еда завершается, завтра мы уезжаем, и будем тестировать уже в Шэньчжэнь еду, она там чуть-чуть отличается, даже в 7-11, мы будем, я думаю, что-то покупать, там, супермарк, короче, будем жить в том же отеле, где я был с Ангелиной, поэтому там я все знаю, и будем питаться нормально, и показывать вам еще то, что мы не пробовали, не ели. Все, ребята, на сегодня все, сегодняшний день заканчивается, пока-пока, завтра с утречка, мы собираемся, едем, и, конечно же, все буду снимать, все, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok, Субтитры сделал DimaTorzok,